Не было воды, не было электричества, не было отопления, а это северная столица. Представляете, вообще условий никаких для жизни не было. Страшные годы жизни в блокадном Ленинграде. Беда сплотила людей, дети рано стали взрослыми. Особенно сложными были зимы, постоянно хотели есть, вспоминает председатель Алтайской краевой общественной организации, жители блокадного Ленинграда Светлана Ярыгина на встрече с барнаульскими школьниками. Выдавали карточки на каждый месяц, норма была рабочим 250 грамм, а иждивенцам и деткам по 125 грамм. И все. Так вы знаете, конечно, это невыносимо для желудка и так далее. Поумирали все мальчики, и моя сестренка умерла, и дедушка сам умер, потому что отдавал крошечку нам, а меня еле спасли. Единственное, и так в каждой семье. Напомним, 872 дня блокады унесли жизни полутора миллионов солдат и гражданских лиц. Еще столько же были эвакуированы. В основном женщины и дети, многие из которых впоследствии погибли от голода и бомбардировок. За все время блокады город бомбили 173 раза и 649 раз объявляли воздушную тревогу. Светлане Ирыгиной тогда не было и трех лет. Я сижу в кроватке, смотрю наверх и говорю, бомба-бух, я знала, что такое бомба, потому что рядом рожатся дома. И вся плечками, руками дрожала. Это страшно. В 1942 году вместе с мамой девочку эвакуировали в Челябинск, а после войны они вернулись в Ленинград. В Барнаул Светлана Михайловна приехала в 1963 году вместе с мужем. Трудилась на швейном объединении, вырастила двоих детей, занималась общественной деятельностью и возглавила общество блокадников. Это воспитывалось во мне, как с детства мне бабушка постоянно об этом говорила. И на этом мероприятии я только потому, что мне интересно. Я знаю об этих событиях, интересно послушать от лица, который участвовал. А Светлана Ирыгина ярко помнит себя в День Победы на площади Челябинска. Как они друг друга брали, обнимали, целовали. Салют был. Я обернулась, а у меня мама стоит вся в слезах. Я говорю, мамочка, ты что плачешь-то? Это ж не бомба, их не будет больше. Победа. Она плачет и говорит, Светик, потому что ты никогда не увидишь своего отца. Сегодня в Барнауле проживают 67 блокадников. Почтить память героического подвига ленинградцев и торжественно возложить цветы барнаульцы смогут завтра на Ленинградской аллее. Юлия Щепина, Дмитрий Денисов. День с толком.